Добрый день! Да, зрение вас не обмануло. Это Рубикс 4х4. Кубик Рубика. Когда-то все они были такими. Оригинальный кубик. Лицензия. Короткая суть видео для тех, кто спешит. Не покупайте Рубикс. Все, кто спешит, можете идти. А остальным я покажу, почему не стоит покупать головоломки. Ну, скоростные от Рубикс. Коробочки у меня нет, покажу только на картинках. Кубик мне принес мой ученик Георгий, за что ему спасибо. Я попросил специально снять видео, чтобы про 3х3 я уже снимал, а 4х4 у него оказался дома. Ему он, конечно, не очень понравился. Не стоит повторять ошибку Георгия и его родителей, которые купили этот кубик. Стоит он, не знаю сколько, но порядка полутора тысяч рублей. Единственное объявление попалось. Ну, такие головоломки часто продаются в детском мире, в каких-то магазинах игрушек, в масс-маркете где-то. За эти деньги можно вполне купить кубик YJ MJC, который намного лучше. Главное отличие. Давайте сразу смотреть. Кубик гораздо крупнее, но из хорошего, приятный внешний вид, логотип Рубикс. Да, Erno Rubik когда-то придумал эту головоломку. Есть еще 5х5, но не знаю, будет у меня такой когда-нибудь на канале или нет. Сейчас этот кубик только для коллекции, постоять на полочке. Даже если вы не планируете собирать быстро, можно купить какой-то бюджетный 4х4 китайский. Вместо наклеек пластинки это долговечно. Вращается не так уж и отвратительно, как могло бы быть. Собирать можно, но не нужно. Все то же самое, что и у кубика 3х3. Такое же оформление. 3х3 покупать тоже не нужно, если вдруг забыли. Поэтому давайте перемешивать и собирать. Стоит такой скрип. Я его собрал один раз. Мне его принесли разобранным. Говорит, не собирается совсем. Но механически с кубиком все в порядке. Просто он морально давно устарел. Вот как-то так выглядит в перемешанном состоянии. Рубикс. Я параллельно перемешаю еще MJC. Ну, чтобы было сравнение по звуку и по внешнему виду. Вот они, кубики. Давайте соберем. Начнем с белого цвета. Логотип все-таки Рубикс. Лицензионный. Я буду собирать не совсем металл для начинающих. Это метки ЯУ. То, что собирать с большим количеством движений Рубикс не совсем хочется. Хочется делать движений как можно меньше. Собрали центры белые и желтые. Сейчас я соберу некоторые ребра белые. Одно зеленое, другое синее. Еще одно соберу красное. Локапит, конечно. Дальше собираю какие-нибудь центры. Первый попался зеленый. Здесь его поставлю. Следующий должен быть оранжевый. И так уж плохо вращается. Покупать все равно не надо. Дальше. Синий. Ну и остается собрать четвертый уз. Вот. Собран крест. И все центры. Продолжаем. Я забыл, что на этом кубике флип лучше не делать. Что это было? Ладно. Это было зря. Ставим так. Делаю некоторые лишние движения. Если честно, у меня уже немного устали пальцы. Не привыкли они к такой тяжелой работе. Кажется, что я собираю быстро. Но я прикладываю большие усилия. Так. И остается, что у нас пара ребер. И делаем флип уже от неизбежности. Так. Ребра у нас собраны. Собираем как 3 на 3. Первая пара. Вторая. Третья тут готовая стоит. И четвертая. Ну, повезло, что нет паритета. Но я не буду делать ОЛЛ. Не рискую. Лучше сделаю два этапа. У нас восьмерка. Так. И очень везет, что нет и второго паритета. Собираю просто. ОЛЛ. Ну, кубик собран. Ну, не скажу, что это было приятно. Но терпимо. Если хотите тренировать пальцы, то можно. Вероятно, можно кручение немного улучшить. И там добавить смазки. Хотя кажется, что он смазан. Но особенность какая. Здесь выглядит как нормальный куб. А в центре мы видим такие вот отверстия. Что тут, что тут. Если это видно. Там пустоты. Ну, и механизм здесь вряд ли с пружинами. Кубик не позволяет его растягивать. Резка углов отсутствует. Из-за чего он не может. Но в нормальном кубике должно быть вот так. Должен быть свободный, красивый. Углы должен резать. И все с ним должно быть хорошо. Ну, для контраста просто соберем обычный. Тоже не спеша. Просто чтобы впечатление немножко исправить. Так. Опять же, два центра. Собираем первый ус. Второй ус. Третий ус. Да, непривычно быстро вращается кубик. Синий центр. Дальше. Красный. И зеленый. Соранчевый. Засобираем последнее ребро. Так. Ну и собираем, что осталось. Несколько ребер есть. Собираем остальные. Что у нас тут. Так. И вот так. Но здесь даже если будут паритеты, мне кажется, сборка будет даже побыстрее. Да. Перед нами паритет. Олл. Ну, пилл паритета нет. Спокойно докручиваем. Вот кубики стоят примерно одинаково. Это не совсем новая модель. Недорогой. В районе полутора тысяч есть. Этот можно, я думаю, купить и дороже. Обычно несведущие родители дарят это детям, которые увлекаются кубиками. Дети только начали заинтересовались. Им покупает Рубикс. Играй ребенок. Мучайся. Так вот, именно для тех, кто не очень хорошо разбирается в головоломках, я и снял это видео. Рубикс не надо. Подобное надо. Даже любой другой 4х4, который не Рубикс, будет лучше, чем Рубикс. 3х3 это все тоже касается. Но я думаю, с 5х5 там ситуация не лучше. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.